Первая мировая реакция на брифинг в Национальном центре управления обороны последовала незамедлительно. Становятся понятными истинные причины конфликта в Сирии. И это не установление демократии, а захват боевиками территорий с нефтяными скважинами, получение сверхприбыли для организации терактов по всему миру и устранение неугодных лидеров. В Британии зазвучали вопросы, а кто кроме Турции еще покупает кровавую нефть? Брифинг в Министерстве обороны, кажется, посмотрели во всем мире. В прямой эфир CNN из Москвы выходит эксперт Международного центра обороны Джилл Доггерти с рассказом о том, что увидела и услышала. Мы поучаствовали в действительно незаурядной пресс-конференции Министерства обороны России. Российская сторона пригласила всех присутствующих в столице журналистов и военных атташе, и в течение примерно получаса были изложены неопровержимые, по словам представителей российских властей, доказательства того, что Турция вовлечена в организованную ИГИЛ торговлю нефтью. Они считают, что Анкара является основным покупателем этой нефти. Были продемонстрированы воздушные и спутниковые снимки грузовиков, идущих из Сирии в направлении Турции. Должна сказать, что эта демонстрация действительно производила впечатление. Под впечатлением оказались и власти Ирака, ведь с захваченных месторождений в этой стране боевики, запрещенные в России группировки «Исламское государство», тоже гонят нефть за границу. В интервью агентству «Спутник» представитель Министерства обороны Ирака обещал жесткий ответ. Если у иракского правительства появится достаточно доказательств и подробностей, оно без колебаний подаст официальную жалобу в Совет Безопасности ООН и все компетентные международные органы. В британском парламенте во время жарких дебатов об участии королевских ВВС в операции против террористов в Сирии тоже вспомнили о нефти. Проблема в том, что нефть, которую продает ИГИЛ, поступает в Турцию и другие страны. Я думаю, мы должны узнать, кто именно покупает нефть у исламского государства, кто это финансирует, какие банки осуществляют финансовые транзакции, и какие страны региона вовлечены во все это. Турция же свою вовлеченность в преступный бизнес старательно опровергает. Президент Эрдоган, обещавший уйти в отставку, если экономические связи его страны с боевиками будут доказаны, сегодня снова гневно отверг обвинения. Турция еще не потеряла совесть, чтобы получать нефть от террористической организации. Те, кто выступают с подобными клеветническими утверждениями, должны их доказать. Если докажут, я ни на секунду не останусь в кресле президента. Политологи говорят, за язык турецкого президента никто не тянул. И новые эмоциональные оправдания выглядят странным. Ложь, она всегда остается ложью, кто бы ее ни произносил. И это президент, премьер-министр, да не важно. И за нее нужно отвечать. Вот Эрдоган поторопился, сказав о том, что он уйдет, если будут доказательства, он, по-видимому, не понял, с какой страной он имеет дело. Потому что у России достаточно средств, достаточно космических аппаратов, достаточно самолетов и достаточно техники, чтобы предоставить ему эти доказательства. В Пентагоне тоже наверняка знают о представленных России материалах. Но по традиции ограничились дежурной фразой о том, что отвергают обвинения в связи Турции с террористами, поскольку не видят никаких тому доказательств. Впрочем, по словам экспертов, принцип американских военных «don't look, don't see», то есть «не смотри и не увидишь» известен во всем мире. Вопрос лишь в том, как долго удастся отводить глаза и не замечать очевидного. Кирилл Брайнин, Екатерина Овсянникова, Регина Мещерякова, Валерий Жичкин и Светлана Ведяшкина. Первый канал.